Проблемы городского транспорта в Мирном. Грубость и хамство кондукторов, демонстративное игнорирование инвалидов и школьников. Жалуются не только они, недовольные пенсионеры и рядовые пассажиры. Граждане жалуются на все, на график работы, состояние автобусов, уровень обслуживания и стоимость проезда. Настолько ли все плохо, проверила моя коллега Анна Винокурова. 16 автобусов ежедневно выходят на дороги Мирного. Много это или мало, для города с населением 35 тысяч человек. Большинство тех, кто ездит на маршрутных автобусах, часто бывают недовольны. Это уже давным-давно, так сказать, это расписание. У нас паспорта специально сделаны на каждый маршрут. Так что здесь уже все утверждено администрацией, все это разложено как положено. Если вы стоите на остановке, а автобуса нет, можно позвонить диспетчеру и узнать, что случилось. Позвонить и пожаловаться можно и в том случае, если вам нагрубили кондуктора или водитель автобуса. Я уже даже сама знаю, какие гагутера может нахамить. А есть и население очень. Я честно говорю, что я уже живу здесь. Я работаю здесь с 92-го года. И я очень прекрасно. Я сравниваю людей, какие были раньше, какие сейчас. Сейчас очень что-то народ поменялся совсем в худшую сторону. Если проблемы с маршрутными автобусами стали привычными, каждый гражданин имеет право написать жалобу в администрации города. Ведь именно мэрия утверждает расписание автобусов и цены на проезд. Также отвечает за таблички расписания движения на остановках, которых в столице Алмазного края нет. Анна Винокурова, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал Алмазный край.